Без новых запчастей, без сертифицированного технического обслуживания и без международных перевозок, но авиалайнеры в России продолжают летать. Чуть меньше половины из них были в лизинге у иностранных компаний. Эти борта Россия присвоила себе. Российской авиаотрасли предсказывали серьезные потрясения, которые, тем не менее, так и не произошли. Эта компания «Победа» эксплуатирует, по-моему, 41 самолет Boeing 737-800. Если сейчас, ну, то есть понятно, что им уже нужно было бы что-то разобрать, скорее всего. Если посмотрим по реестрам, то все 41 самолет «Победы» сейчас благополучно летает. Причем летает, условно, ну, почти каждый день. Журналисты-расследователи издания «Важной истории» выяснили, российские компании продолжают закупать узлы и агрегаты для самолетов. Только делают это теперь не у официальных поставщиков, а через посредников, которые не рассказывают, куда в итоге пойдут эти запчасти. Они покупают эти запчасти якобы для себя. То есть, в основном, это страны дружественные Арабские Эмираты, это Турция, это Китай, конечно же, и страны СНГ, опять же. И они якобы вводят в заблуждение западные компании, говоря о том, что эти детали предназначаются не для России. И они, скорее всего, подделывают документы, вводят в заблуждение, потому что поставщики тоже пытаются как-то проверить, куда, собственно, уходят их запчасти. И поставщики благополучно думают, что они уходят куда угодно, только не в Россию, а в конечном счете оказываются в России. В таких серых схемах порой участвует сразу несколько компаний-посредников. Выяснить, кто конечный покупатель, порой не представляется возможным, так как далеко не все страны делятся таможенными данными. К таким странам, например, относятся Объединенные Арабские Эмираты. Не всегда компании-производители в состоянии отследить цепочки поставок. И это достаточно новая и сложная конструкция с точки зрения контроля со стороны регуляторов. И поэтому мы видим, что через это дрявое сито достаточно активно, через разные каналы, разные страны поступают в Россию товары двойного назначения, включающие агрегаты для авиационной отрасли, аэронавигационное оборудование, ну и другие какие-то элементы, микроэлектроника, например. Крупнейший покупатель авиазопчастей — российская компания «Аэрофлот». Всего же по таким схемам журналисты насчитали покупок на 18 миллиардов рублей. Посчитали только запчасти именно производства «Боинг» и «Аэрбаз». Потому что они как-то сразу с начала войны очень четко объявили о своей позиции. Есть еще большое количество в самолетах, на самом деле, запчастей различных у других поставщиков. И они в эту сумму не вошли. То есть, по большому счету, мы говорим, наверное, о сумме еще больше. Некоторыми компаниями-посредниками владеют российские граждане, другими — иностранцы. Причем часть из них на рынке недавно и появились уже после начала войны. Сейчас время можно назвать Эльдорадо для вот таких теневых торговцев, посредников, теневых брокеров, которые действительно зарабатывают, если не десятки миллионов, то миллионы долларов точно на этих посреднических схемах. Мы видим, насколько свободно себя чувствуют эти посредники в этих разных юрисдикциях. И теми объемами средств, которыми они оперируют, предполагаю, что значительная часть этих средств просто государство российское готово переплачивать в два, в три, в пять, в десять раз иногда за те или иные товарные группы, просто потому, что нет никакой альтернативы для военно-промышленного комплекса. Поэтому, ну, скажем так, дорогая ложка к обеду. Сейчас нужны эти товары, и, собственно, российские власти готовы за них переплачивать. Крупнейшие корпорации «Боинг» и «Аэрбаз» пытаются контролировать продажи, но отследить все цепочки поставок, как показывает практика, не в силах. Не удается это пока и контролирующим органам. За нарушение санкций зачастую грозит уголовная ответственность, но действует она только на территории Европы и США, чем и пользуются серые бизнесмены из других стран.